Здравствуйте! Это программа Диаблока Прекрасного с Кристиной Смольской. Программа наша интерактивная, вы можете активно подключиться к нашей дискуссии на сайте diablok.b. И все выпуски нашей программы вы можете посмотреть на сайте телеканала «Беларусь-3». Пожалуйста, присоединяйтесь. 42 года назад простое белорусское слово «сябры» объединило в эстрадный коллектив выпускников Гомельского музыкального училища. Из первых же выступлений их ожидал успех. Издания «Союзных республик» с восторгом писали о молодом белорусском коллективе. Сразу виден ансамбль определенного творческого плана, своеобразный, национально-самобытный. Сегодня заслуженный коллектив Республики Беларусь знают далеко за пределами страны. Менялись составы, солисты, неизменным оставалось лишь лицо «сябро». Народный артист Беларуси Анатолий Ермоленко, гость нашей сегодняшней программы. Анатолий Иванович, здравствуйте, рада видеть вас в нашей студии. Действительно меняется музыкальная мода, меняется зритель, но все обрытия, тем не менее, остаются на гребне. В чем успех популярности? Ну, так трудно мне как-то говорить об этом, потому что я считаю... Ну, думаю, есть у меня ответ на это. Я думаю, что мы никогда не стремились быть модными. Мы стремились всегда быть современными. Это разные вещи. И вот это нам помогает. Мода уходит, а современность остается. Надо очень тонко чувствовать вот эту грань между модой и модностью, и современностью. Это такое... Ну, есть такое чутье, наверное, у меня прежде всего, потому что я, как бы, так сказать, олицетворяю какие-то основные направления. Ну, и меня поддерживают и ребята, и все, кто приходит, все, кто был, все, кто ушли каким-то образом. Мы со всеми, в принципе, дружим. Вот на протяжении 42 лет вам это удается поддерживать. Ну, как-то так. А бывали ли какие-то кризисные моменты в коллективе? Бывало ли время, когда хотелось распустить коллектив и уйти со сцены? Ну, был кризис, не кризис, была сложность вместе со своей страной, как говорится. Когда распался Советский Союз. А у нас был коллектив союзного значения, у нас работали не только гомельчане, как изначально мы начинали, а работали там с Украины, работали с Прибалтики, работали много очень с Россией. И когда произошел раздел, там был момент такой, 91-й, 2-й год, самый сложный, когда деньги свои там и там, трудовые книжки. Это было сложное время, да. Это надо просто пережить, так на словах-то не объяснишь. Мы пережили, мы начали работать над национальной песенной, так сказать, наследием. Мы с Союзом Композиторов очень тесно сотрудничали с Ханком, Лучинком, Валерием Ивановым, с поэтами Леонидом Драньком, Майсюком и Прончуком, со всеми поэтами, с Нилом Гелевичем, с Бородулиным, со всеми мастерами наших. Вот он, секрет национального бренда. Ну, может быть, да, в этом. И потом была поездка на дальние зарубежья, мы уже представляли, не просто были, так сказать, из Союзной Республики и стояли в какой-то очереди выехать за рубеж, а мы представляли свою страну, Республику Беларусь. Независимую уже. Независимую Республику Беларусь, да. И это было как раз очень востребованно. И так вот нам получилось, что мы даже, в принципе, не заметили, как произошло вот это вот. Очень быстро, хотя, то есть, вошли в колею, хотя мы не прерывали связи ни с российскими композиторами, с теми, с кем мы сотрудничали. Анатолий Иванович, мне бы хотелось вернуться к истокам коллектива и задать интересный вопрос от нашего интернет-пользователя, Ангелина. Анатолий Иванович, когда создавались «Сябры», у вас были амбициозные планы прославить ансамбль или хотелось просто заниматься любимым делом? Вообще, вы тщеславный человек? Что вам и двигало? Ну, во-первых, я любил всегда творчество, ну, петь любил. И когда «Битлз» появились, ну, мы все, наше поколение, это все на «Битлз» были заточены, мы все пели, и все слушали, и все увлекались. Поэтому ансамблевое такое пение. Потом, когда появились «Песняры», тоже, мы уже работали в Гомельской филармонии, только собрались. Это была вторая точка, такая отсчета, от которой можно было сказать, потому что Мулявин был для нас тогда кумиром, и не только для нас, а для многих музыкантов. Конечно, творческий человек прежде всего хочет чего-то достичь. И мы стремились к тому, что мы будем достойно выглядеть на фоне и «Песняров», и всех остальных. А сложно было конкурировать с «Песнярами» или вы не воспринимали как конкурентов? Мы не конкурировали, мы работали просто, делали свое, у нас какие-то вещи были, мы перепевали их, в самом начале мы перепевали «Песняров», потому что своего репертуара не было. А потом начали для нас предлагать нам песни, и мы уже старались, чтобы не быть похожими на «Песняров», потому что мы не хотели быть копией. А мы, так сказать, немножко отошли песниры больше на фольк-рок такой, а мы такой чисто городской такой, ну как бы салонней, более-менее, как нас назвали такой, типа салонный коллектив. А вы вообще о чем мечтали себе в начале творческого пути? Покорить весь Советский Союз, покорить мир? Вот какова была творческая планка? Планка была самая такая, я еще будучи в армии, я ребятам сказал, в ансамбле «Песни и пляски» я в Баку служил, там у Слима Гамаев, кстати, работал тоже в это время, у меня вот такая была связь. Я сказал, что в 27 лет мне будет знать вся Беларусь, а в 33 весь Советский Союз. Точно так практически и получилось. Предсказали. Да, Татьяна Коршилова, представляя песню «Олеся», сказала мне, батенька, а как вас зовут, имя, отчество страна, должна знать, своей герой была, ведущая такая Татьяна Коршилова «Песни года». И она объявила, так сказать, на весь Советский Союз, и песня «Олеся» полетела, и, ну в общем, такая вот история. Да, конечно, мы хотели, чтобы нас, к нам приходили на концерт, мы меньше всего думали о зарплатах, как сейчас вот приходят люди, и сразу, а что я буду иметь? Первый вопрос. А мы думали о том, как заявить о себе, как просто сделать что-то, чтобы и нам было приятно, и люди. Творчество стояло на первом месте. Конечно, да, безусловно. Вот еще интересный вопрос о гастролях ансамбля и его популярности у зарубежного зрителя, Анна Михайловна. Толя Иванович, здравствуйте. Всегда с удовольствием слежу за творчеством ансамбля «Сябры». Знаю, что белорусские коллективы «Сябры» и «Песняры» пользуются большим успехом в России. Что приводит людей на ваши концерты? Много ли среди зрителей молодежи? Какие песни исполняются на бис? Да, очень много зрителей в России, не только в России. Конечно, Россия большая, и большинство там нашего зрителя, я всегда говорю спасибо России, что зритель России понял, принял, полюбил наши песни. Даже очень принял и полюбил. Когда звезду нам закладывали, я тоже благодарил. Ну, очень много и в дальнем зарубежье у нас зрителей. Концертов? У нас очень много. Мы больше работаем даже вне пределов. Так сложилось исторически на сегодняшний момент, что мы больше работаем вне пределов нашей страны, как бы представляя творчество нашей сегодняшней Беларуси. Просит выступать. Есть, конечно, мы и здесь выступаем очень много, и всегда на Славянском базаре, и на всех мероприятиях. Нет такого-то сожаления, что больше сейчас приходится выступать за пределами Беларуси, чем в стране? К сожалению. В принципе, мы в Беларуси уже столько выступали за время существования коллектива, более 40 лет. Мы ездили практически каждую точку, каждый концертный зал. Я знаю все их, как они строились, как они разрушались, восстанавливались. Появились сейчас очень приятно вот эти агрогородки, там такие шикарные клубы, приезжаешь и аппарат есть. Я знаю, что вы там любите выступать больше, чем на подогромных площадках. Ну, а огромные площадки тоже интересно, но я люблю выступать там, где... Я на любом концерте выступаю совершенно одинаково, потому что зритель для меня и там, и там, и там. Может, свое ближе как-то? Ну, нормально, да. После продолжения беседы о творчестве меня заинтересовал один мировой шлякер в исполнении Сябров, и я сейчас предлагаю его послушать. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот таким образом она появилась у нас, и мы ее потом, когда ездили по Штатам... Включили в свой такой репертуар, да? Мы после этого еще несколько раз, это был, по-моему, 2010 год. Вот такая вот история появления таких вещей. После мирового хита я предлагаю послушать песню, которая, я думаю, в той или иной степени трогает сердце каждого белоруса. Давайте послушаем. Заповедный напев, заповедная даль Свет хрустальной зари, свет над миром встающий Мне понятна твоя вековая печаль Беловежская пуща, Беловежская пуща Мне понятна твоя вековая печаль Беловежская пуща, Беловежская пуща Беловежская пуща Александр Пахмутов и на стихи Николая Добронравова Стала визитной карточкой немелее легендарных песняров Не страшно было выходить с этой песни после песняров? Ведь песню «Белоруссия» вы также исполняете Да, да. Вы знаете, это Александра Пахмутова предложила сама исполнить эти песни После развала песняров Хотя я считаю, что Дайнека, ты лучший исполнитель белорусской песни Беловежской пущи С этим можно поспорить Ну, это дело у меня, я свое Когда я услышал его первый раз, я вообще его очень уважаю Как музыкант, так и певца А когда предложили, я очень долго думал Потому что перепеть это невозможно А у него своя мелизматика И вообще он тонкий очень музыкант А я потом подумал, а что, я попробую спеть так, как это Как будто я первый раз исполняю И я исполнил, и зритель принял А часто в репертуаре Сибиро появляются новые песни? Часто, мы очень работоспособны в этом плане И сейчас мы готовим много новых песен Буквально вот в прошлом году Позапрошлом мы записали Выпустили новый диск Декалина цвела Который вот сейчас в этом году Мы получили премию союзного государства Олега Елисеенко, Иван Юркин, поэт И вот это уже говорит о том, что мы работаем очень продуктивно И сейчас мы делаем несколько новых песен К Славянскому базару В общем, я вообще люблю к Славянскому базару подготовить обязательно какие-то новые песни Потому что это очень важный наш фестиваль Самый главный? Да, я считаю, что мы его должны как-то больше пропагандировать Иначе, ну, мы что-то много говорим о Евровидении, о Славянском базаре Как бы так, ну Анатолий Иванович, сегодня коллективы даже фольклорного направления Осваивают рок, рэп и прочие жанры Экспериментируют, если так можно сказать Как вы к этому относитесь? Не возникало ли у вас такой идеи? Ну, почему? Мы... Нам проще Мы чисто фольковым никогда не занимались Но используем эти элементы Мы используем все то, что органично вплетается в наш репертуар Ведь рэп и рок – это совсем не ваше направление Ну, почему не наше? Сейчас у нас диджей Анатолий работает Ваш внук? Да, мой внук Он как бы поступил в училище На Кижеватого здесь, в нашем Минске музыкальном Они сейчас продолжают свою учебу и поют у нас А в детской новой волне он выступал Сейчас его приглашают на новую волну Ну, в общем, пусть учится пока Ему еще есть над чем как бы работать Вы вспомнили о диджее Анатолии Я предлагаю посмотреть видео, где вся династия Ермоленко Исполняет прекрасную песню «Заваленка» Давайте посмотрим Минутая «Заваленка» на новой лапе Элемент дабстепа есть Да, безусловно То, о чем мы с вами говорили Да, мы используем ровно настолько, насколько это может органично вплестись в канву нашей аранжировки Но поговорить я хотела вот о чем В одном из интервью вы сказали, что никого сознательно и продуманно не ведете в свою профессию Решение ваших детей и внука заниматься творчеством, заниматься эстрадой Было их сознательным выбором? Или вы немножко направляли? Они сами шли к этому Ну, то есть им деваться некуда Они все время Я их брал на гастроли, что Олесю, что Святославу С детства в спитале Они все с этим Он занимался, компьютер сыну Он на аранжировке Вот это вот все его Многое его Технические записи В общем, все вот это вот, сайты, модерирование Олеся попала, она занималась тоже в Гомеле в школе искусств Играла на фортепиано И когда в 91-м году произошел развал, мне надо было, большие гастроли были Я ей говорю, так, доча, ты знаешь все эти песни, достанешь на клавиши, положим партитуру, мы живем, все играли, будешь играть Она хотела быть химиком Ну, вот здесь единственное, что, да, она такая у нее это А, и получилось, поехали, а потом зритель написал, ой, как хорошо, что появилась девушка, там, то-то-то И запела, жару ночь появилась, и она встала Потом птицы, мои птицы, это хиты такие, которые стали известны Ну, вошла она как-то с внук Внук стоял за кулисами Я его с детства готовил, давал ему слушать разную музыку И он выбрал Джексона И потом, смотрю, за кулисами стоит И я говорю, споешь? Да, давай, да, увижу сам Пожалуйста И спел, его потом увидели Я ему записал песню «Врубаешься» Его увидел режиссер новой детской волны Делали, сказали, мне этот мальчик нужен Я был на гастролях с Олесей И мне звонят, его взяли на детскую волну Я говорю, как взяли на детскую волну? Он же такой, что нет, и все, он своенравный парень А здесь ему понравилось Он пошел, пошел, пошел Но я знаю, что Анатолий-младший воспитанник студии для молодых исполнителей при ансамбле «Сябры» Из которой, кстати, вышли Алексей Хлистов, Гюнеш, Дмитрий Смольский, Владимир Ухтинский, солист группы «Корни» Александр Берников Вот в связи с этим интересный вопрос от нашего телезрителя Валентина Уважаемый Анатолий Иванович, какова сегодня судьба студии для молодых исполнителей, организованной вами? В свое время она воспитала много звезд Продолжаете ли сегодня помогать молодым? Ну, понимаете, какая вещь Дело в том, что как таковой студии не существует То был период, когда в 91, 92, 93 до 95 года она была Это была, как бы, так сказать, возможность Тогда от филармонии ушли Страдос брали с филармонии И не было где молодым талантам Я пошел в министерство И мне дали каких-то там 10 или 15 штатных единиц Какой-то небольшой оклад И я взял Леонид Дранько Майсюк по речи белорусской Взял еще, там, Сорокин Володя Композитор был, Николай Сатур Набрали штат такой творческий Небольшой, чтобы работать, обучить их Этих ребят И таким образом у нас появились вот эти исполнители, которых вы назвали Но потом кому-то показалось, что это, может быть, то ли кому не надо То ли не вписалось, то ли это слишком много для сибровых, так сказать Ну, во всяком случае, этой студии нет Сейчас я просто тех, кто работает у нас, я им даю возможность работать и отдельно То есть у нас каждый исполнитель имеет право Я уже сам заработал на студии, мы все зарабатываем сами Заработал студия у меня приличная Есть возможность записать каждому свою программу Кто-то романсы, кто-то рок тяготеет Чтобы не ломать всю структуру сибров А я им говорю, ребят, делайте, я помогу Пойдет, пойдет Правда, никто больше чем-то, так сказать, в этом не достиг Но, во всяком случае, свои амбиции какие-то умеренные Тур Иванович, мы с вами встречаемся в преддверии Славянского базара И, как вы уже сказали, на этом Славянском базаре вы получите премию Союзного государства Вы, Иван Юркин и Олег Елисенков Что означает для вас получение этой награды? Для вас, человека, который имеет уже столько наград? Ну, вы понимаете, для артиста мало наград не бывает Все это показывает возможность самому себе, что ты что-то можешь Что ты не просто почиваешь на лаврах Поверьте мне, никто не бегает, не выпрашивает этих премий Вот у меня премия Содружества была в 2012 или 2013 году Тоже очень почетная Потом вот это Союзного Это говорит о том, что у нас, у коллектива, у нашей песенной культуры Белоруссии Я считаю, что это награда не только моя Это награда вообще, я воспитанник белорусской песенной культуры Я пою песни белорусских авторов Я сам не пишу, я поэтому пою песни композиторов Белоруссии На стихи белорусских поэтов Я хочу сказать, что это их успех тоже Потому что не будь их, не было бы песен Это песни Николая Сатсуры, которые пишут для меня В общем, вот такое мое отношение Я думаю, что это приятно и мне, и людям нашим Потому что отмечено вот это наше творчество А наши песни поют, любят и там, и там Это элемент дружбы, элемент доброго отношения друг к другу Мы же севры Вслед за Славянским базаром я не могу пройти мимо еще одного важного для нашей страны события 22-23 июня в Минске проходит 5-е Всебелорусское народное собрание Вы были делегатом на предыдущих народных собраниях Какие предложения вы бы хотели внести? Ну, я хотел бы прежде всего Я думаю, что год культуры здесь надо брать шире, чем только отношение к самой культуре К самой культуре тут можно относиться очень долго и упорно И каждый год надо, потому что культура это, так сказать, лицо нации Здесь о культуре всесторонняя, это культура взаимоотношений на бытовом уровне, культура производства Это тоже очень важная штука, потому что мы уже, мы сформировались как государство, как отдельное общество Независимое Да, теперь мы должны быть, мы должны быть, у нас должен слететь этот налет местечковости Мы должны, мы европейская страна, мы должны очень культурно представлять вообще свою нацию, свою Беларусь И вот об этой культуре, я думаю, и нужно сегодня всем говорить Потому что все то, что у нас есть, мы должны сохранить, мы не должны потерять Нам не нужно гнаться и быть похожими на кого-то Нам нужно оставаться самим собой, но и так вот, знаешь, боковым зрением, как это на сцене Смотреть на мир, чтобы не запираться в своей... В скорлупе Да, потому что мы можем говорить, вот мы такие, и все Нет, мы должны смотреть и вписываться вот в это, но своим чувством достоинства Спить самобытными, но в то же время интегрироваться в мировое общество Конечно, да, безусловно, но мы никуда от этого не денемся Анатолий Иванович, о чем сегодня мечтает Анатолий Ермоленко? Я мечтаю о том, чтобы, знаете, есть мечты такие... У меня есть о чем, личные, семейные мечты Я очень люблю своих детей, я люблю свой коллектив, я люблю своих наследников Люблю творчество, которым я занимаюсь Хочу, чтобы оно каким-то образом было полезно и интересно и моим детям Хотя вкусы... Все меняется, жизнь меняется Но хотелось бы, чтобы чем будем мы, тем общество наше будет больше развиваться Чем будем больше технически оснащены, чтобы мы больше сохранили в себе, в душе Вот это вот тепло и человечность Потому что мы начинаем превращаться, так сказать, забываем о каких-то ценностях Я буду их... Я всегда буду напоминать в своих песнях Если проследить, мы все время поем там о домике, о своем, о том месте, где родился, куда тянет О том, что есть мама, о том, что есть дети О том, что это должно оставаться всегда И рано или поздно молодежь, тинейджеры, которые сегодня увлекаются абсолютно другой музыкой У них появятся свои дети, и они будут воспитывать и слушать вот эти песни, которые мы поем Потому что у них есть то, что отличает нас из всех живых существ на планете Тур Иванович, спасибо вам огромное за беседу Я желаю вам здоровья, удачи, чтобы вдохновение никогда вас не покидало Спасибо вам Спасибо Я напомню, что в гостях у нас сегодня был художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко Дорогие друзья, спасибо всем, кто принял участие в нашей беседе Пожалуйста, присоединяйтесь, слушайте хорошую музыку и пишите нам в блог Всего доброго, до встречи Субтитры создавал DimaTorzok